Наткнулся на скелет какого-то непонятного животного. Сам не пойму, кто это. Челюсть, зубы, ребра. Это видео, распространившись по всем известным мессенджерам, быстро набрало популярность, стало вирусным и вызвало большой резонанс. Во всяком случае, среди ямбурсов. Неудивительно. Действительно очень любопытно, скелет какого животного нашли. Что это? Рептилия или млекопитающая? Может, древний динозавр? И не фейк ли? Попутно возникло ещё несколько вопросов. Где это и кто нашёл? На видеоролике нет абсолютно никаких более-менее значимых ориентиров, кроме абстрактного упоминания Ямбургского порта. И главное, кто же автор? Точку съёмки удалось определить довольно быстро. С задачей справились ямбургские маркшейдеры. Используя свои профессиональные знания, они точно определили место. А вскоре нашёлся и сам автор ролика. На той неделе у меня был выходной. Решил прогуляться по Обской губе в районе порта. Зашёл на озеро пофотографироваться. И наткнулся на останки непонятного какого-то животного. Сделал видеозапись. Потом обратился к коллегам. Говорю, вот нашёл вот такое-то останки непонятного животного какого-то. Место действительно находится в нескольких километрах от Ямбургского речного порта. Вверх по течению Аби. В тихой живописной ложбине, образованной руслом одной из многочисленных тундровых речушек. Несмотря на близость к цивилизации, добраться сюда не так уж и легко. Чтобы преодолеть несколько непростых километров вдоль среза воды, нам потребовалась специальная проходимая техника. Похож на крокодила. Но думаю, откуда здесь взять крокодила? Ну, думаю, может, доисторическая какая-то. Главный вопрос – что это? На него ответили учёные. По их мнению, скелет принадлежит косатке – морскому млекопитающему из отряда китообразных. Скорее всего, весной по большой воде в погоне за добычей она заплыла в эту речку. Вода спала, и выбраться в Большую Обь косатка уже не смогла. Пришёл мой напарник Геннадий. Сказал, что нашёл непонятные останки. Показал видеозапись, которую заснял здесь непосредственно. Решили сообщить в музей, так как мой напарник не особо силён в интернете. Попросил меня заняться этим вопросом. Я написал электронное письмо на почту музея имени Шимановского, город Целихард. Это было где-то, скорее всего, в субботу. Пришёл ответ в понедельник звонком. Позвонили мне, представились, что из музея. Обговорили. Я им рассказал, как, что и было, где нашли. Факт необычной находки оставался неизвестным почти неделю. Видео появилось в социальных сетях лишь спустя шесть дней после письма в музей. Наша съёмочная группа сразу же отправилась на место, но драгоценное время было упущено. К сожалению, от останков загадочного животного остался лишь фрагмент одной кости. Каким образом скелет сумел выбраться, кто ему помог, сейчас это загадка. Но есть надежда, что рано или поздно мы об этом узнаем. Юрий Григо, Ямбурское месторождение.